схема введения мезотерапии и биоревитализации мезотерапия вводится как правило с целью витаминизации кожи поэтому мы будем распределять ее равномерно если задача убрать купероз то будем работать куперозу если задача сократить варикозное расширение вен то будем работать вокруг венок и так первое что мы делаем например делаем мезотерапию лица папулы мы распределяем равномерно расстояние между ними 3-4 сантиметра в шахматном порядке по всему лицу если есть необходимость работать на шее вводим мезотерапевтический коктейль в шею в зону декольте повторюсь что каких-то явных омолаживающих свойств мы не заметим мезотерапия по лицу делать с целью витаминизации если у нас какая-то сосудистая сеточка например вокруг носа часто бывают купероз да на щечках бывает то мы вводим папулы вокруг этих сеточек и расстояние где-то 5-7 миллиметров между папулами если это венки на ногах соответственно точно также 5-10 миллиметров между папулами и вдоль каждой венки вводим препарат как правило это витамин c или какой-то сосудосуживающий коктейль готовы уже если мы вводим мезотерапио в жировые отложения то мы зажимаем кожную складку берем максимальная насколько это допустимо и вводим препарат перпендикулярно на расстояние где-то 3-5 сантиметров в кола делаются 3-5 сантиметров только в локальные жировые отложения в какие-то зоны где жира нету вкалывать мезотерапию не надо и нельзя то же самое касается второго подбородка когда мы захватываем жировую складку и перпендикулярно вводим туда препарат значит по второму подбородку кстати есть моя техника введения она несколько эффективнее чем обычно представим что вот это подбородок и вот человек у нас лежит мы будем прорабатывать зону второго подбородка папульно равномерно расстояние между вколами будет где-то полтора тире два сантиметра а дальше то количество препарата которые мы взяли на зону второго подбородка например один миллилитр да мы прошлись папульно по всей поверхности второго подбородка подбородка и дальше зажали складку жировую если папула у нас были папульная техника то далее мы напажем все что осталось количество препарата мы вводим перпендикулярно в жировую складку то есть мы берем центральную и берем например сбоку и сбоку и таким образом весь оставшийся препарат мы вводим в жировую ткань в области подбородка биоревитализация точно также выполняется если у нас цель например увлажнить всю кожу лица и шеи и зоны декольте то ну во первых надо рассчитать количество препарата если мы будем работать по всему лицу уйдет одно количество препарата если мы задействуем шею и зону декольте то нам потребуется второй шприц объемом 11 то есть получится на лицо 11 на шею и декольте тоже 11 в таком случае если мы равномерно распределяем то введение папул будет таким же как при месотропии то есть расстояние будет где-то 1-3 сантиметра шахматный порядок но если препарата мало например 0,6 а задача только убрать гусиные лапки то 0,6 препарата вполне может хватить только на гусиные лапки и если вдруг что-то останется то мы можем доделать в какую-нибудь зону о которой заранее договоримся с клиентом ну например вот зону декольте доделать то что останется бывает такое что мы работаем например с гусиными лапками договариваемся что остаток препарата равномерно распределим по лицу может быть и такой вариант развития событий если мы работаем на руках биоревитализацию делают с целью устранения мелких морщинок на руках с возрастом у женщин кожа становится такой сухой появляются мелкие морщинки и биоревитализация показана таким возрастным женщинам и делают ее точно также расстояние полтора тире два сантиметра на кисти рук сверху под кожу папульно все